В Улан-Удэ 7-летний мальчик попал под грузовик на зебре. Момент наезда сняла камера видеонаблюдения. Все произошло на улице Залесная. 51-летний водитель не заметил ребенка и наехал на него. Уважаемые родители, проведите беседы со своими детьми о том, как правильно, а самое главное, безопасно переходить проезжую часть. Ребенка с травмами доставили в больницу для осмотра. Его уже отпустили домой. Еще два младенца в Бурятии оказались в реанимации. Им всего месяц дети заразились коклюшем. Плановая вакцинация от коклюша начинается только с 3-3,5 месяцев. Видимо, дети попали в контакт с заболевшими и заразились. У обоих развилась тяжелая форма. Один из них на искусственной вентиляции легких. Его ждет долгая реабилитация, поскольку у него возникла аспирационная пневмония. По словам врачей, заболеваемость коклюшем в Бурятии продолжает расти, и он передается воздушно-капельным путем. Родителей призывают не отказываться от вакцинации. Капец. Они живы, живы. Сегодня утром смертельная авария произошла в Прибайкальском районе. На федеральной трассе столкнулись УАЗ и Тойота Калдина. Водитель Тойоты погиб. Еще три человека получили травмы. Водителя УАЗы госпитализировали в республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ. А двух пассажиров увезли в районную больницу. Возможной причиной ДТП стал сильный гололед. Сегодня ночью в Бурятии выпал снег. В Улан-Удэ дороги вычищали с половины пятого утра. На улицах работали девять пескоразбрасывателей и пять тракторов-щеток. Отметим, по телефонам на экране вы можете сообщить о необходимости подсыпки и уборки городских улиц. Телефоны диспетчерской службы комбината работают круглосуточно. В Улан-Удэ уже скоро начнут строить здание Национального музея и театра Байкал. Соглашения уже подписаны. В рамках мастер-плана Улан-Удэ на нацмузей потратят 3 миллиарда 700 миллионов рублей. На театр Байкал более 4,5 миллиардов. Об этом у себя в соцсетях рассказал Алексей Циденов. Заключили контракт с подрядчиком. Сейчас ведутся подготовительные работы на стройплощадке. В скором времени приступают непосредственно к строительству.